Вилли Фок 2 Зато прекрасный мир откроет тайны нам свои Ветер странствий нас зовет Вперед глубина моря и земли Мы в компании друзей отправимся скорей По мотивам романов «Жуля Верна» И в глубину морей Путешествие к центру земли и 20 тысяч лье под водой Нас приключения не страшат Нас опасность исплотят Бесстрашный путь Мы поднимаем паруса Где-то ждут нас чудеса Так смело в путь Рига-дон и Тико с ним И Роми тоже не забудь Вместе друзья из борозди Все моря за горизонты Мы сумеем заглянуть Пусть опасен будет путь Зато прекрасный мир Откроет тайны нам свои Ветер странствий нас зовет Вперед глубина моря и земли Продюсеры Хосе Луис Родригес и Хосе Мануэль Иглесиас Собирайся в путь В компании друзей Ждет нас долгий путь Режиссер Клаудио Бьерн Бойт По направлению к центру земли Прошло 18 дней с тех пор Как мы пустились в путешествие к центру земли Для того, чтобы выиграть пари Заключенное сэром Салливаном Нам надлежало вернуться в Лондон Ровно через 70 дней С доказательством того, что Арнес Акнусом Действительно совершил спуск в кратер Снефилс Но нам решили помешать Принцессу Роми и Тика дерзко похитили В тот момент, когда мы совершали Невероятно опасное восхождение К мрачной вершине вулкана А в Лондоне уверенность сэра Салливана В победе превысила все допустимые пределы 28 июня Как бежит время 18 дней назад Фок отправился в свое путешествие Какая глупейшая затея Достигнуть центра земли Чушь Фок совершит Только одно путешествие Свое позорное возвращение в Лондон Где униженный и поверженный Он самолично вручит мне 20 тысяч фунтов Вы потерпите фиаско, Вилли Фок А я сделаю все, что в моих силах, чтобы его ускорить Я обязан выиграть Наша группа, наконец, достигла жерла вулкана Месье Фок был опечален разлукой с Роми А я скучал по своему другу Тико, надеясь, что у них все в порядке Принцесса Роми, вы дома? Принцесса? Что здесь произошло? Нет Какой беспорядок! Все вверх дном Тико? Где же они? Тико! О нет, боже, это невероятно Их похитили Кто-то выкрал Роми и Тико Вилли Фок доверил мне самое дорогое, а я их не уберег Ах, бедный Тико! Бедняжка Роми! Стойте! Я проверю, что там в пещере Ты отправишься со мной Я Быстро! У нас мало времени Подождите! В чем дело, болван? Ты что, боишься? Ты что, боишься? Лучше бы мы остались в Лондоне Право! Если мой муж проиграет Пари Виновата буду я Не казните себя, принцесса Они идут Отлично! На ночлег устроимся здесь Прикажете их развязать? Да, но не спускай с них глаз И чтобы без фокусов, понятно? Надо Действовать Да! Ты прав, друг мой Мы должны бежать Если не все, то один из нас Обязательно Точно! Слушай, Тико Ты отвлечешь их внимание, а я постараюсь улизнуть Хорошо, я что-нибудь придумаю Но возвращайся быстрее Эй ты, коротышка Иди сюда Я тебя развяжу Эй, кого ты назвал коротышкой? Не груби Или так и останешься связанным Смотрите Вулкан Он ожил Подожди-ка Вулкан спокоен Ты что задумал? Что? Вы ослепли? Вся вершина красная Беги! Есть! Не волнуйся, я быстро Смотри Верзила решил сбежать Я так похож на него А ты зовешь меня коротышкой Почему? Что стоите, Олхей? За ним! Не дайте ему уйти! А ты, коротышка, лучше помолчи! Коротышка, опять? Вы издеваетесь! Но тебе сбежать не удастся! Мой муж вам этого не простит! Смотри, Ригадон Чудесный вид, не правда ли? А теперь посмотри сюда Это Гренландия Белые медведи добираются сюда на льдино Совершенно верно, Ригадон Но что нам до этого? Сомневаюсь, что мы повстречаем здесь белых медведей Наш маршрут проходит в другом направлении И начинается он здесь Господа, Пик Скартарис Да, Пик укажет нам единственно возможный путь к самому центру Земли Простите, профессор, я не понимаю Пик Скартарис укажет нам путь Да, это верно Каким образом? Пик в известный день отбрасывает тень на кратер Все просто Непонятно Пик, словно стрелка гигантских часов, отбросив тень, укажет нам точный путь Вам помочь? Да, Ригадон Нам пригодится подзорная труба Хочу заметить, месье Фок Если не выглянет солнце, не будет и тени Хм, совершенно верно Профессор Смотрите, небо проясняется Видите ли, Фок, пока мы не достигнем вершины кратера, солнце не должно отвлекать нас Надеюсь, вы правы, профессор Но сначала я должен найти самый безопасный путь к Снефилсу Осторожно, Ригадон Нам ни к чему бессмысленный риск Бессмысленный риск? Месье Фок Я хочу этого меньше всего Я сама осторожность Берегись, Ригадон И береги месье Фога Похоже, этот кратер слишком глубокий Ерунда Каких-то несчастных несколько сотен метров Мы непременно должны спуститься на самое дно Но на небе сплошные облака Не похоже, что сегодня выйдет солнце Будет лучше вернуться сюда завтра Вы не находите? О, мундио! Возьми себя в руки, Ригадон Да, кстати, глубина кратера составляет 800 метров Дай-ка посмотреть Я вижу два, нет, три отверстия Да, три отверстия, ведущих вниз И нам предстоит спуск? О, нет! Вот именно, Ригадон И таким образом мы доберемся до центра Земли Может, начнем? Мистер Фок, я уверен, что когда мы достигнем дна кратера... Оу! Осторожно! Спасите меня! Все в порядке, профессор, я вас держу, не бойтесь, я вас вытащу Смерть была так близко, благодарю, вы спасли мне жизнь Не беспокойтесь, принцесса Роме, все будет хорошо, я просто уверен Расслабьтесь, принцесса, и постарайтесь не думать о плохом Вот, хотите, поиграть? Каратышка! Покажи, что там у тебя Посмотрим. Что это? Компас? Интересно, а для чего верёвка? О, я понял. Чтобы раскручивать диск вверх-вниз. Нет, ну что за дурацкая вещь-то? Нет, она вовсе не дурацкая в умелых руках. Будь любезен, верни мне её. Ну, пожалуйста. Верни. Отдай. Сейчас же. Зачем она тебе? Обойдётесь. Она пригодится мне по возвращению в Лондон. А, ну где же он? Мы не смогли его найти. Мы всё обшарили. Мы не заметили, в какую сторону он пошёл. Честное слово, мы всё обыскали. Он же испортит всё дело. Тупоголовые болваны. Вы способны хоть на что-нибудь. Почему всё приходится делать самому? Как вы смели упустить его? Подождите-ка. Посмотрим. Что ты задумал? Молчать. Эй, вы. У меня появилась идея. С помощью этого платка я смогу повернуть ситуацию в нашу пользу. У меня есть план. Ваша задача. Итак, господа, начнём. Ганс, проверь снаряжение, пожалуйста. Две кирки, две мотыги, верёвочная лестница, топор, молоток, гвозди и верёвки. Не забыть бы нашу чудесную лампу. А, Ригадон, я бы хотел проверить аптечку. Да, сэр, она здесь. Ваша жена позаботилась о ней ещё в Лондоне. Прекрасно. Итак, посмотрим. Шина, она понадобится при переломе костей и растяжении. При переломе костей? Если без неё не обойтись. Вы считаете, что мы можем переломать себе кости? Мы должны быть готовы ко всему. Кто знает. А, бинты, замечательно. Что ещё может нам пригодиться? Отлично! Мондио! Скальпель, на крайний случай, разумеется. О, неужели он тоже понадобится, месье Фок? Успокойся. Конечно, понадобится, Ригадон. Я сам могу проводить серьёзные хирургические операции. Но я уверен, что ничего страшного не произойдёт. Всё будет в порядке. Мы берём аптечку просто на всякий случай. Итак, мистер Фок, думаю, пришло время дать старт нашей экспедиции. Эй, профессор, кажется, кто-то идёт. Похоже, это житель деревни, у которого мы останавливались на ночлег. Странно, Ганс. Местные жители не отходят далеко от своей деревни. Добрый день, путник. Чем мы можем помочь тебе? К сожалению, у нас мало времени. Мы должны продолжить свой путь. Это правда, дружище. Мы вступаем в самую опасную стадию нашего путешествия. Внутрь земли. Ригадон, я сомневаюсь, что он наш друг. Откуда у тебя эта вещица? Это же платок вашей жены. Говори, что случилось с принцессой. Отвечай, скорее. Боюсь, я не совсем понимаю, что происходит. Приказано передать, чтобы вы немедленно остановились и на рассвете спустились в деревню. Только так вы спасёте жизни своей жены и друга. А как же наша экспедиция, мистер Фок? Вы не можете так поступать. Тика тоже схватили. Да, эта крикливая козявка тоже у нас. Мы не отпустим их, пока вы не спуститесь вниз и не признаете поражение. Вам всё ясно? Именно это тебя и просили передать. Я должен был предвидеть. Только негодяй способен на такую низость. Мне пора возвращаться. Если я не вернусь в лагерь, принцессе придётся очень плохо. Слушай, ты... Отпусти его, Ганс. Нельзя подвергать ещё большему риску жизни принцессы Роми. Ха-ха-ха, всё кончено. Вилли Фок скоро прервёт своё путешествие и пари выиграет сэр Салливан. Не думай, что тебе это сойдёт с рук, грязный обманщик. Принцесса, мы не должны сдаваться, правда? Да, я знаю. Будем надеяться, что этим людям не удастся найти моего мужа. Он должен идти вперёд. Если же он прервёт своё путешествие, то он будет разорён. Давайте дождёмся возвращения нашего друга, принцесса. Всё прошло по плану. В самом деле, ну, рассказывай, что тебе сказал Фок. Он вернётся ради своей принцессы. Ха-ха-ха, он попался. Слышите, принцесса Роми, Ваш супруг вынужден прервать своё путешествие, чтобы спасти вашу жизнь. О, Роми, моё сердце с тобой. Ха-ха-ха, всё кончено. Ха-ха, Салливан выиграет. А, это пари. Ха-ха-ха, наша взяла. Ха-ха-ха, да мы молодцы. Ха-ха-ха, стой с меня, ты с идиоты. До появления Фога пленники должны сидеть тихо. А вы не зевайте. Мы проделали такой путь, профессор, и я так просто не сдамся. У нас нет выбора, Фок. Мы должны прервать экспедицию. Даже солнце против нас, ни единого лучика. Наше положение безнадёжно, увы. Хм, хм. Уверяю вас, солнце появится, но мы должны спасти Тико и мою жену. Мистер Фок, у меня есть идея. Я незаметно спущусь туда и постараюсь застать их врасплох. Это очень опасно. Я сделаю всё, чтобы спасти принцессу. Попробую спуститься к ним по верёвке. У тебя храброе сердце, Ганс. Да, господа, скоро мы продолжим наш путь к центру земли. Да, но сначала надо спасти Роми. Никого. По моим расчётам, он уже должен быть здесь. Подождите, что это? Кто-то идёт. Да, это Вилли Фок. Наконец-то! Они будут здесь через минуту. Готовьтесь! И я ему задам... Какой же он умный! Да, вот он! Ганс, какое счастье! Как я рад тебя видеть! Ты пришёл как раз вовремя! Молодец! Принцесса, вы не ранены. Нет, благодарю вас, Ганс, что с моим мужем. Из-за меня он не сможет добраться до центра земли. Не волнуйтесь, есть ещё время. Быстрее, принцесса. Эй, ты кто такой? В чём дело? Смотрите, пленники пытаются бежать. Босс! Откуда он взялся? Схватите его! О принцессе я сам позабочусь. Но... Дико, оставайся с принцессой. Я разберусь с этим трусливым негодяем. Ганс, будьте осторожны. Эти бандиты не знают жалости. Не беспокойтесь, принцесса. Они своё получат. Ганс, покажем, из какого мы тесла. Я пойду вторым. Иди сюда. Ганс, берегись. Тут ещё один. Он сзади тебя, Ганс. Я покажу тебе, как связываться с такими, как мы. Спектакль окончен. Вы пойдёте со мной. Не смейте меня трогать. Подлый негодяй. Я верю, что вы растяжены, принцесса Роми. Но вы меня вынудили. Согласны? Я научу тебя манерам. Назад! Оставь принцессу в покое, Нахал. Иначе будешь иметь дело со мной. Ясно? Учти это. Я узнаю этот свист. Тико! Он в опасности. Мы должны торопиться. Убери от меня свои грязные лапы. Роми, я здесь. О, Вилли, дорогой, будь осторожен. Дорогая, ты спасена. Берегитесь, их много. Да уже, быстро. Вот тебе. Это, кажется, моя игрушка. Нехорошо брать чужое. Из-за тебя одни неприятности. Я ему покажу. Ригатун, помоги. Они же убьют мистера Фога. О, нет. Только не это. Не бойтесь, принцесса. Я спасу мистера Фога. Положитесь на Тико. Спасибо, Тико. Вернитесь, трусы. Как вы смеете бежать? Как? Ты еще вспомнишь меня, Вилли Фог? Я еще вернусь. Вам ни за что не добраться до центра земли. Ладно, возвращайся, чтобы снова сбежать, поджав хвост. Не беспокойся, Тико, он обязательно вернется. Вилли. Роми. Успокойся, дорогая, теперь ты в безопасности. Дорогой, я так боялась, что больше не увижу тебя. Дорогая, ты пойдешь со мной искать центра земли? Вилли, я больше не хочу разлучаться с тобой. Вместе с принцессой Роми пойдет и Тико. Ты слышал меня, Ригадон? Отлично, Тико. Мы опять вместе. Мистер Фог, смотрите. Ты прав, Ганс, тучи расходятся. Теперь ничто не помешает нам спуститься к центру земли. Принцесса Роми, позвольте засвидетельствовать свое почтение и сказать, что мы очень рады, что вы пойдете вместе с нами. Благодарю, профессор. Скоро выглянет солнце. Я проверю. Мы выехали из Лондона 18 дней назад. Когда тень Скартариса коснется края кратера, она укажет нам точную дорогу. Мы отправляемся к центру земли. О, нет, вниз в эту пропасть. Мне туда даже страшно смотреть. Эй, Ригадон. Учти, друг мой, нас ждет долгое и опасное путешествие. Надеюсь, ты позаботишься обо мне, Ригадон. Ты же не хочешь лишиться своего верного Тика. Увидишь новые чудеса на новом пути. Мы открыли секрет, невозможного нет. Опасности ждут впереди, но мы все их победим. Скорее с нами в поход выходи. Ганс, спускайся первым. Все готово, мистер Фок. Начинаем спуск. Ой, Ригадон, осторожней. Дорогая, давай руку. Смотрите, там за облаками солнце. Как видите, существует три отдельных прохода, но только один из них приведет нас к цели. Интересно, какой же именно? Мистер Фок, профессор Лиденброк, быстрее. Ригадон, что случилось? Ты что-то обнаружил? Молодец, Ригадон. Кажется, мы на верном пути, профессор. Что там? Говорите? Имя. Арнес Акнусом. Не может быть, мистер Фок. Мы следуем точно по его стопам. Да, это его подпись. Осталось узнать наверняка, каким именно путем он пошел. Эй, мистер Фок, что если я напишу наши имена прямо под именем мистера Сакнусома? Тогда мы станем так же знамениты, как он. И если мой друг Скорвета Валькирия когда-нибудь придет сюда, он увидит эти надписи и будет знать, где нас встречать. Непременно, Тика, блестящая идея. Пиши, но помни, нам надо торопиться. Мистер Фок, погода разгуливается. Солнце заливает крата потоками света. Тень падает на центральный ход. А значит, я делаю вывод, что это и есть путь к центру Земли. Это исторический момент. Но нам нельзя терять ни минуты, господа. Уже, мистер Фок? А может, подождем еще немного? Нельзя вот так прыгнуть в эту черную пропасть. Это чрезвычайно опасно. Твои волнения излишни, Ригадон. Ну что, вперед. Спускаемся? Да, друг мой. Давай, Ригадон, вперед. Один за одним мы начали спускаться по центральному тоннелю, не зная, что ждет нас на пути к самому центру Земли. Спускаясь в глубины Снефелса, мы были уверены, что наш заклятый враг теперь где-то очень далеко от нас. На нашей опасной лестнице отсутствовали перила, а обломки скал представляли не меньшую угрозу. Одно неверное движение могло увлечь нас в глубины этого бездонного колодца и поглотить навечно. Но миссия Фога уже ничто не могло остановить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин